Сразу после прошедших всероссийских соревнований на призы Юрия Михайловича Брозаковского в поселке Ерино стартовали сборы Академии Талантов. Академия Талантов это новый проект, который организован Эдардом Безугловым Федерации Легкой Атлетики Московской области. Проект призван развивать и поддерживать молодые таланты со всей страны. За три дня тренировочно-спортивных сборов ребят ждет очень насыщенная программа. Это и общение с различными специалистами из мира медицины, это травматолог, нутрициолог, это общение с спортивным психологом. Также ребята смогут пройти функциональное тестирование и медицинское тестирование, будет забор крови, анализ всех показателей. Что еще интересно, помимо всего прочего, конечно же, мир современного спорта невозможен без социальных сетей, без продвижения личных аккаунтов. И будет общение с мастер-классом, даже правильнее, наверное, сказать, специалистом по продвижению личного бренда в социальных сетях. Также сюда приедут представители РУСАДА и университета имени Сергея Витта. И как отдельный бонус, портретная съемка для сайта и соцсетей Академии Талантов от Алексея Савченко. Сам санаторий Ерина и спортивный стадион Подолье станут в дальнейшем базовыми для Академии Талантов. Идея Академии Талантов возникла буквально в прошлом году, когда я и ряд моих товарищей решили, что в российском спорте очень хватает, скажем так, школы волшебников. Да, школы, где будут собираться самые действительно экстремально одаренные дети всей страны. И они будут стремально одаренные, не просто кто-то их назвал такими, а нереально даренные в названии данных тестов, анализов крови и так далее, так далее, так далее. Но начали поиск и сейчас уже можно сказать, что в Академии Талантов это пока виртуальное объединение, но уже есть более 40 ребят, молодых девушек, юноши, которые из московской области, большая часть пока, которые действительно можно быть экстремально одаренными. Надеюсь, даже, может быть, уверен, что в ближайшие годы Академия придет реальные черты и через несколько лет она станет кузнецей кадров не только для легкой атлетики, но, может быть, для футбола, баскетбола и многих других спортов, где ключевыми качествами является сила и скорость. Продолжение следует... 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 Сегодня также проходят медицинские тесты, спортсмены сдают кровь, будут проведены тесты на генетику, на различные показатели уже внутри организма и наложение всех вот этих данных. Результаты соревнований, тестирования, которые здесь были физические, медицинские показатели, они нам позволят увидеть предрасположенность, перспективы и какой-то потолок, скажем так, спортсменов в их развитии на долгом промежутке времени. Ну и соответственно будет возможность далее отслеживать динамику развития, не просто по результату, плохо пробежал, хорошо пробежал, быстрее, медленнее, дальше прыгнул или как-то еще выше, а иметь под этим научную основу. Насколько я понимаю, такая история в российской легкой атлетике происходит впервые и мы рады, что сюда к нам на сбор, на это тестирование в Академию Талантов приехали более 50 человек, ну, наверное, из более чем 10 регионов Российской Федерации. Посмотрим, куда мы сможем их довести. Друзья, на самом деле у меня сейчас очень много выводов и мыслей в голове. Во-первых, меня всегда удивляло, что в современной российской легкой атлетике нету качественной научно-медицинской базы. И то, что происходило на этих сборах, меня очень сильно порадовало, потому что и медицинские тесты, и тесты функциональные, спортивные, это то, что должно сопровождать подготовку спортсменов, тем более молодых. Не могу не отметить, что ведь речь шла сегодня и о спортивной психологии, о нутрициологии, о профилактике травм, то, что должны знать молодые спортсмены, то, что, безусловно, им очень полезно. Также, как я уже говорил в начале выпуска, то, что спортсмены должны вести свои социальные аккаунты и вести, продвигать свой социальный образ, это очень важно и для получения контрактов, и для развития медийного образа. Легкая атлетика должна развиваться не только в плане результатов, но и в плане охвата, привлечения новых и новых поклонников этого вида спорта. И от себя я вот хочу добавить, что всегда всем спортивным проектам в России необходима энтузиазм и спонсорская помощь. И я надеюсь, что Академии Талантов с лихвой хватит и первого, и второго, и этот проект ждет успех. Очень в это верю, и нам нужны олимпийские чемпионы уже в Париже 2024. С вами были канал Нелегкая Атлетика, я, Александр Валикжанин, на сборах в Академии Талантов в поселке Ерино. Продолжение следует...